Так, друзья мои хорошие, всем привет, вы на канале Крипто Комманс, коротенький апдейт по ситуации. Гриня, что происходит с кастой? И вот я отвечаю. Гриня, что с каста? Я ответил, лучше не придумаешь, по-моему. Хомяки продают с убытками, ходлером, усредняющим цену. И ведь так оно и есть, ребята. И на бирже Гейт, например, по ссылке из описания, вы можете так же покупать касту, как и на Байбите. Вы в курсе? Чтобы сразу весь стакан не выкупать на Байбите, вот мы можем с вами поставить заявочку, например, на Гейте. Вот, поставили заявочку по стакану, отработало всего 1,2%. Что говорит о том, что стакан очень узкий здесь, очень тоненький, очень худенький, гораздо худее, чем на Байбите. Но, тем не менее, пускай заявка стоит на 200 долларов, вот на 2,5 уже откупилась. То есть, можно, конечно, по рынку долбануть, но тогда она по 1,32 сразу все закупит, поэтому пускай наливает потихонечку. Вот, имейте это в виду. А также на бирже Гейт абсолютно крышесносно-сшибательные бонусы, даже не на депозиты, друзья, а на торговый объем. Что это значит? Значит, депозит достаточно иметь хоть 5 долларов, хоть 10 долларов, то есть, участвует любой, как бы, и старый, и млад. А дальше вы торгуете на фьючах, как вы обычно это делаете. Спокойненько, ровненько, без фанатизма, со стоп-лосиками. Вот, копи-трейдинг там тоже есть, кстати. Я пока не подключился к копи-трейдингу. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы Гринни тоже стал копи-трейдером на Гейте, и вы могли копировать мои сделки. Вот, просто ответственность большая. Я это дело не очень люблю, когда, знаете, как квантовая механика, когда есть наблюдатель и нет наблюдателя. Я и так в открытую торгую, знаете, на стримах, и у меня уже даже этого хватает. Тем не менее, что мы тут видим по битку, что у нас вот такой вот есть какой-то некий восходящий каналчик, в который мы вернулись. Обратите внимание, после вот этого дампа-пампа, вот эти экстремумы ухода выше и ниже закончились, и мы вернулись в канал средних значений, средних значений вот этого восходящего боковика потенциально. То есть, я думаю, что биткоин сейчас идет медленно подбиваться к... Давайте глянем на графики. Я думаю, что биткоин сейчас идет... Вот, посмотрите, насколько он более побычий выглядит, чем эфир тот же самый. Даже посмотрите, вот эфир, еще раз. Эфир выглядит по-медвежий, да? Смотрите, эфир выглядит реально, как будто бы он идет нифига не вот сюда, на наши с вами цели средних значений, да? Да, золотой карман коррекционный. А как будто бы... Вообще жопа! Смотрите, эфир выглядит, знаете как? Раз уж мы о нем заговорили. Да, и обязательно ставьте лайки, если вам нравится тоже криптоконтент, и вам не западло самое главное нажать на эту кнопку. И проверьте, подписаны ли вы на наш канал, нажат ли колокольчик, потому что если вы подписаны на наш канал, к нам в Телеграм, и пишете комментарии под каждым видео, то вы автоматически участвуете в розыгрыше, друзья. У нас будет супер-мега-розыгрыш крипты. Как только мы пробьем с вами 100 тысяч подписчиков. Но как вы можете видеть, подписчики не только растут, но также и уменьшаются, потому что многие разуверивались в крипте, и думают, да ну вас нафиг, когда видят новое видео. Так что давайте пробьем это сопротивление уже, и разыграем много призов, ребята. Шанс победить высокий, потому что призов будет много. Это будет ни один, ни два, ни три призовых места, а минимум 10, а то может быть и все 100. Так что, друзья, если вы хотите получить немножко крипты, обязательно участвуйте. Так вот, эфир, к сожалению, все еще, я хочу вам показать один медвежий расклад по нему, потому что смотрите, что было с эфиром, например, вот тут. Это хорошо видно на месячном таймфрейме. Посмотрите, что было с эфиром вот тут, после того, как он упал и отскочил дохлой кошкой. Просто потенциально то, что мы здесь сейчас видели, это тоже эфир упал и отскочил дохлой кошкой. И посмотрите, что с ним стало после этого. После того, как он отскочил дохлой кошкой, эфир сложился еще на... Мне это надо приближать, тут уже не видно, кажется, что там все это просто на месте было возня. Нет, эфир сложился еще на 75%, 75%, друзья. Да, это был там коронадамп, конечно, все дела, но тем не менее, если окажется сейчас, что это все дохлая кошка, и эфир сложится на 75%, просто мое дело вас предупредить, то мы можем увидеть эфир по 500 баксов. Легко. Можем, почему бы и нет. Если это окажется все медвежьим ралли, то эфир упадет, ну, вот куда-то сюда, минимум на 600, на 500, и потом спокойненько отскочит от своей макротрендовой и пойдет дальше. Так что я бы не ставил сейчас все на эфир, тем более, что другие альткоины, такие как Dash, напустим, и многие другие, только Dot, показывают ему, куда ему потенциально может быть дорога. Смотрите, как выглядит стрёмный Dash. Но, для тех, кто ищет заходной в лонг, Dash, кстати, выглядит прекрасно. У него падающий клин, из которого дорога только одна, это на закрытие вот этого, хотя бы всего этого падения, то есть, X на 5, это чисто технический отскок по Dash намечается. Чисто технический отскок на 400%. Дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. А так-то да, я думаю, что даже и эти хайпы, и гораздо выше пойдет, и подберется хотя бы к своим локальным хаям вот этим в 450-500, и их перепишет даже, я думаю. Он какой-нибудь на 600 долларов тоже, наверное, пойдет. Собственно, да, именно поэтому я лонг подэшу-то и держу на двух биржах сейчас, на Gate и на Bybit. Потому что я думаю, что мы идем конкретно наверх по нему сейчас. Да мы, в принципе, и недавно уже это видели, как он начал разворачиваться на младших таймфреймах. Ждем теперь разворот по нему на старшем таймфрейме. Как говорится, лонгуем. Сегодня мы с тобой лонгуем. Ну, тут потенциал просто хороший, посмотрите сами. Чисто на вот swing trade, на counter-trend trade. Как биткоин кэш, как все-таки говно. Оно вот так сделает, и вы потом будете по 350 говорить, блин, что же мы не купили. Так, ладно, Dash заширил, что еще? Мне, кстати, за это не платят, прикиньте, я просто сам энтузиаст. Вот, единственное, что меня смущает DXY, то, что такой бычий индекс доллара этот долбанный. Он по нему тоже, если Гриннин рисует стандартный свой прогноз по нему, то он полетит туда. И это будет стрёмно для крипты, потому что если будет так, то возможно, и скорее даже всего, крипта полетит туда. Вот, но опять же, по эфиру красные свечи хайка наши недельные, месячные даже, месячные. По биткоину зеленое. И это, чуваки, говорит о том, что по ходу бит сезон. Мы с вами говорили об этом в прошлом стриме, что вот сейчас, мне кажется, биткоин пойдет первый пробивать 35 условные, или там даже 42 куда-то. И альты мы увидим последнюю кровавую баню по альтам к биткоину. Посмотрите на доминацию BTC, которая уверенно отскакивает и сейчас тестирует сетку EMA Ribbon, но, похоже, собирается ее пробить. Очень на это похоже. Хотя, конечно же, здесь есть нисходящее сопротивление, в которое мы прямо сейчас уперлись, и прямо сейчас его тестируем. Ребята, сейчас развязка по альткоинам намечается. Напишите в комментариях внизу, вы думаете, что альтсезон начнется с текущих, или что мы увидим еще один финальный памп биткоина, и потом начнется альтсезон. И вообще, будет ли это полноценным альтсезоном, или это будет просто фейковым ралли, и вообще все альты в долгую ждет скам и смерть. Потому что, конечно же, честно говоря, я уже сам так начинаю думать. Но мы так всегда думаем на дне альтсезона, когда у нас битсезон, мы всегда думаем, что альты это скам, ребята, боимся их покупать, а потом они просто выскакивают, и этот индекс тоже начинает показывать значения выше 70, 80. И у нас потом фома, мы кусаем локти, блин, где же мы были, почему не покупали. Все это добро за бесценок. Так, вот, битдау, кстати, MNT, который неплохо так отстрельнул после нашего сигнала из тележки. Кстати говоря, наши где лучшие сигналы? У нас в тележке. Вот, и пора, походу, платный вход делать. Сигнал был вот здесь дан внизу, соответственно, вот мы улетели. Кстати, последние все сигналы были просто супер, и они у нас все бесплатные, чуваки. Дисклеймер, потому что не все отрабатывают, как у всех, но мы хотя бы деньги за это не берем, и потом ничего не удаляем. Вот, поэтому будьте осторожны, всякие скамеры от нашего имени втюхивают всякое дерьмо. Мы все делаем бесплатно на голом энтузиазме для вас. Поэтому, да, что тут скажешь. Я часть разгрузил, чтобы докупить других монет той же самой касты, но часть держу и буду докупать еще на просадках, потому что, конечно же, MNT, я думаю, полетит высоко-высоко. Гораздо выше 2 долларов, которые мы видели на аукционе, когда он назывался битдау. По касте тоже я жду, на самом деле, больше, чем 100 эксов уже. Рипл давайте глянем. Что там с нашей сделкой по Рипл? Рипл же у нас вроде как выиграли в суд, чуваки. Не опровергли ли еще эту инфу, скажите мне? Ну, вроде, судя по тому, что он не грохнулся ниже 0,5, не опровергли. С Рипл сняли все обвинения, сек. И вот мой лонг уже в плюсе на 2000 монет. Это я что-то разгружал, что-то я выводил уже из-под него. А, из-под обеспечухи я сегодня себе выводил... Отель. Прикиньте, я отель Риплом оплатил. Я тут отъехал в другой город, немного погулять. Хотел, думал искупаться в океане, но вода 12 градусов, поэтому передумал. Но сейчас пойду пройдусь, просто погуляю, сниму что-нибудь. Может, вам какой-нибудь коуч-видос с побережья. Вот, так что да, я оплатил отель Риплом, частью профита с Рипла. Что-то, не помню, в районе. Кстати, с чем-то Рипл. Через трава.com, кстати. Охренительный сайт, чуваки. Ссылка на который тоже есть в описании. И вот, у меня тут даже какие-то бонусы в этих токенах. Ава приходит, кэшбэчные. В общем, здесь можно покупать авиабилеты, бронировать отели. Все-все-все за крипту, за любую крипту. Риплом, биткоин кэшем, лайткоином. Очень удобный сайт, рекомендую всем. Ссылка на него есть в описании. Трава.com, специальная ссылка от Гринни. Зацените обязательно. И, кстати говоря, раз уж мы о них заговорили, вы знаете, что у них есть токен Ава. Он торгуется тоже на всех крупных биржах. И на Бинансе, и на... Вот он у меня здесь. И на Байбите. Он тоже выглядит так же, как и все остальное. Только ДОТ и прочее. Посмотрите, ему очень плохо. Поэтому, с этой точки зрения, мне кажется, его надо брать, подбирать потихонечку. Вон, тут, тем более, по нему даже к битку эти рыночные баблз внизу, видите, маркет Ордор Баблз, сигналит о том, что это манипуляция, после которой будет сильный отстрел. Так что, посмотрите, на Байбите, на споте точно есть токен Ава. На Гейте тоже, кстати, есть. На Гейте он тоже есть. И более того, он даже, по-моему, здесь более дешевый. Смотрите, 44 цента. О, а по касте уже отработала 6,5% заявка. Нормально. На Гейте тоже он есть. И давайте-ка купим немножко токена Ава тогда. Переведем 200 тезера с торгового счета. И давайте купим немножко токена Ава, потому что реально проект рабочий, как я вам уже сказал. Так же, как и проект Аудио. Проект рабочий. Это не просто токенизированный white paper с идеей. Это реально рабочий проект, где я уже покупал билеты, я не знаю, на биток точно в сумме. И букингов, и всего такого. Так что, пользуйтесь, чуваки. Очень удобно. Кэшбэк, поддержка круглосуточная, все такое. Вот, видите, пока что заявка не отрабатывает, потому что никто не хочет продавать мне по такой цене. Я думаю, продадут. Вот. А что еще? Да, не забывайте про крышесносные бонусы на торговый объем на бирже Гейт. Эта акция ограничена, она закончится уже через месяц, даже меньше, в десятых числах следующего месяца, ноября. Так что, торгуйте сейчас, чтобы получить трейдинг бонусы потом. Вот. Ну и Ripple, да, я так и не сказал, что я по нему жду. Да как от всего рынка, от него ждут ту за муна, ребят. Вот сейчас глупо давать локальные цели, потому что мы и так уже настолько перепроданы по всему рынку, что пора бы как бы уже, как говорится, и начать ту за мунить так, чтобы теханализ не работал, правильно? Напишите в комментарии, кто застал ту за муны, когда теханализ не работает, и тотальную стрижку медведей. Вот. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите. С вами был Гринчис, это канал Крипто Комманс. Пампим лайки, ставим стопы, тейки. Жмем на колокольчик, проверяем подписку в телегу. И скоро увидимся. Всем профитролей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok